Сегодня поговорим про спектральную дуальность и ее некоторые приложения. Помимо определения, мы еще посмотрим, как она связана с динамическими уравнениями Книжника-Замолодчикова. Потом обсудим, как ПКУ дуальность можно сформулировать в терминах спектральной. Ну и наконец, последний раз мы обсуждали связь уравнений Книжника-Замолодчикова с многочисточной системой. Мы делали это на квантово-квантовом, квантово-классическом. И сегодня обсудим классическо-классические уравнения дуальности. Я потом расшифрую. Полно назовем это ци-ц. Это дуальность в том смысле, что мы знаем, что есть еще квантово-квантовое и квантово-классическое. Так, ну вот начнем, так сказать, с простого, но действительности базового примера. Это пример дуальности между двумя системами Гадена, рациональными. Рациональная система Гадена. Ну вот напомним, что как мы ее определяли. Мы ее определяли так, что пусть у нас есть матрица делят Z, которая определяется набором, давайте вот еще введем тестованную матрицу. Вообще она определяется набором вычетов в каточках S и Z минус Z. И вот у нас простые плюса, то есть это будут матрицы размера L на Y, то есть лямбда. Это диагональная матрица, вот такая. А в CES это матрица динамических перемен. Мы уже обсуждали, что гамильтонианы, вот классические гамильтонианы для нее, это вот такие выражения, след S и S лямбда. Это то, что вот приходит от вычисления следа с матрицы твистов. И вот основная часть вот такая, уже неравна. И сумма след S и S G назад и минус Z G. Вот у нас есть сколько в данном случае k гамильтонианов. Мы на самом деле уже даже обсудили, что эти гамильтонианы можно проконтовать, и тогда они принимают вот такой вид. Клантовые гамильтонианы Гадена. Значит, вот основная часть вот из этого, из следа вот этого произведения, как в прошлый раз мы говорили, превращается в оператор перестановки. Z G и минус Z G. Вот, ну а выражение, которое стоит здесь, вот смотрите, отдельно напишем S и лямбда. Это есть сумма. Сумма-сумма от равна единице до L S и T АТ АТ на лямбда АТ. Ну, значит, а приконтование? Приконтование это будет просто оператор из-под алгебры Картана. Это генератор Е диагональный вот в этой тензорной компоненте. То есть вот сюда еще за счет вот этого куска нужно дописать еще вот такую сумму. Ну, как мы пишем по С от единицы до L лямбда С, Е, С, С и Т. Вот квантовый гамильтониан. Ну, и тогда квантовая система Шлезингера. Квантовая система Шлезингера. Или что-то же самое уравнение Казет. Или что-то же самое нестационарное уравнение Шлезингера. Для системы Гадема. Все эквивалентные формулировки. Это вот уравнение такого вида. И бежит от единицы до К большого. То есть это вот наше уравнение Казет, которое появляется, если мы стартуем вот с такой системы. Теперь давайте вернемся пока назад на классический уровень. И перепишем вот этот вот L. Давайте еще раз его запишем, чтобы не мотать. или от Z лямбда плюс сумма от Единицы до К, F, I, Z минус Z, I. Запишем. Это же выражение немножко в другом виде. Во-первых, рассмотрим частный случай. Частный случай, когда все матрицы S и ранга 1. Ранг всех этих матриц равен единице. И запариметризуем их произведением вектора на кой вектор. Это, верно, для любого E от Единицы до К. А А и B. Это матричный индекс, который бегут от Единицы до Е. Ну и для того, чтобы правильные скобки полосованы были, вот эти вот на S нужно наложить канонические скобки полосованы на XI. Это мы тоже обсуждали. Что вот следствием вот этих канонических скобок являются скобки полосованы L на S. Теперь давайте посмотрим, что здесь написано. Продолжим равенство для L. Значит, здесь написано лямбда плюс... Вот так еще лучше напишем L, A, B. Лямбда АТ дельта B плюс сумма по И С и А это и B на Z минус ZI. Тем самым вот этот вот L можно записать в таком виде, что это есть матрица лямбда плюс XI на Z минус Z большое минус I на I, где Z большое это матрица теперь размером K на K диагональная, у которой на диагональных стоят вот такие элементы. это просто полюса полюса ЛАКСа. Ну и действительно здесь что написано? Написано, что Z минус Z большое минус I это просто вот тоже матрица диагональная, у которой вот Z минус Z первое и так далее Z минус Z КТ здесь нули. теперь XI что за матрица. Ну вот индекс A XI это матрица с индексами значит A и то есть это прямоугольная матрица размера размера какого размера давайте сделаем вот наоборот по-другому что XI вот размер вот этой матрицы у нас L на L значит XI мы хотим чтобы это была матрица L на K прямоугольная вот это у нас матрица размера L значит XI L на K вот это вот это вот L на K размер это K на K а это K на L это тоже снова прямоугольная вот эти прямоугольные матрицы они просто составлены вот они по двум индексам матрицы они составлены вот из этих вот столбцов или строк из которых получаются матрицы S вот вот такую форму записи мы организовали так теперь теперь давайте рассмотрим другую другой L волной от лямбда который теперь будет наоборот матрицей размера K на K но у которого будут полюса в L точках то есть зададим его явной формулой здесь вот ставим эту матрицу Z которая размера K на K диагонально она играет роль квестов сумма A единицы до L здесь поставили букву A лямбда минус лямбда A и вот эту A мы тоже будем считать матрицей ранга 1 она будет записываться тогда как и запишем ее просто прямо через те же переменные и это как C и это G то есть это матрица тоже тип лакса Годена но другого размера и с другим числом полюсов вот размер и число полюсов переставлено местами еще эту дуальность называют пранк кстати говоря по этой причине да значит здесь а бежит от единицы до L и G и до K ну вот переменные матрицы хоть разного размера но вот пространство переменных и пространство параметров совпадает утверждение такое что значит утверждение что детерминант вот так напишем L на L детерминант лямбда минус L от Z вот так как бы написать получше давайте вот так напишем разделить на детерминант тоже L на L лямбда минус лямбда равняется детерминант K на K Z минус L славная лямбда предъявительный детерминант K на K Z маленькая минус Z большой сейчас мы прокомментируем как это получается это на самом деле довольно несложное утверждение но оно интересно и содержательно почему потому что ну вот лямбда и Z это просто параметры то есть это означает что с точностью до каких-то постоянных функций спектральные кривые одной системы и другой в точности совпадают просто они устроены по-другому как детерминанты это один L на L другой K на K и здесь Z и лямбда поменялись местами ну и вот L и L с волной строятся так как мы только что обсуждали вот так кривые сами по себе одни и те же это означает что они задают одно и то же семейство гамильтонианов и как следствие в общем-то одно и то же интегрируемую систему просто это два разных способа описания одного и того же давайте прокомментируем вот как нужно было бы увидеть вот это вот утверждение для этого для этого удобнее всего вот так поступить для этого нужно нарисовать матрицу размера L плюс K на L плюс K вот такую матрицу нарисуем почву больше L здесь L K L и K значит у нас размеры L была матрица или соответственно лянда вот сюда мы поставим лянда большой минус лянда маленькая сюда Z большой минус Z маленькая размеры L на K у нас была матрица C здесь матрица I так прямоугольная так мы вот теперь вспомним такую формулу для вычисления блочного детерминанта что вот если у вас есть матрица из блоков ABCD вот в таком же смысле то есть B и C могут быть прямоугольными то вы можете посчитать тогда детерминант вот двумя способами один способ вот такой детерминант A детерминант D минус A минус первый B второй способ это детерминант D детерминант A минус B D минус первый C вот два способа и надо просто взять и подставить смотреть что получится значит так ну вот давайте так и сделаем первым способом считаем получается детерминант лямбда минус лямбда это детерминант L значит значит здесь надо дальше детерминант от A здесь что стоит здесь стоит D то есть Z большой минус Z маленькая минус C это 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 Ш минус первый это лямбда минус лямбда минус первый а это XI с одной стороны а с другой стороны а с другой стороны это детерминант D детерминант K это D это Z большая минус Z маленькая на детерминант L на L A то есть лямбда минус лямбда минус B это XI это Z большая минус Z маленькая квадратия вот мы получили равенство на самом деле сюда надо просто еще вот как у нас здесь было написано здесь стандартная запись характеристических многочленов когда лямбда минус матрица или Z минус матрица ну а здесь знаки другие но надо просто внести минус единичку и сюда и сюда и сюда и сюда от этого равенства двух этих выражений не изменится сохранится ну и тогда вы получите вот вот там утверждение короче говоря вот есть такая связь есть такая связь и это означает что мы одну и ту же систему можем немножко по-разному описывать точнее даже в принципе это существенная разница да то есть эта дуальность она вот в простейшем случае между двумя рациональными системами Годена в более сложных ситуациях если вы рассмотритесь тригонометрический Годен что мы сейчас не будем делать то выяснится что двойственная ему система это значит цепочка цепочка рациональная значит а если вы возьмете тригонометрическую цепочку то она будет самодвойственна здесь цепочка это xx да она самодвойственна и это так сказать идет полностью параллельно тому как в интегрированных системах частиц мы говорили а это все не случайно происходит потому что по системам Годена мы можем построить уравнение книжников из молодчика а потом провести из этого из этих прав 的 книжных измолочек ту связь системам частиц которую мы описывали в прошлый раз мы можем взять две двойственные системы вот годен например и двойственный годен так по ним построить козет и двойственный козет а потом провести вот редукцию типа мацо учредника или квантовой дуальности к системе колоджера колоджера но и здесь тоже какая-то двойственная система колоджера вот эти вот если системы были связаны спектральной дуальности эти системы будут связаны как удальность а вот уравнение козет которые вот здесь вот на промежуточных стадиях находится они тоже между собой связаны эта связь тоже в общем-то широко известна в науке она по-разному тоже называется по-разному формулируется иногда она называется динамическими уравнениями козет иногда она называется же лет дуальность еще какие-то названия вот давайте давайте наверное тогда вот и посмотрим как как вот на уровне козет тут что-нибудь увидеть как связано между собой одни уравнение козет молочку и другие для этого нам надо сначала вот для двойственной системы напомним как она выглядела вот мы начали вот с этой системы да потом перешли вот к этой двойственные они разного размера у них разное число полюсов вот для первой системы мы выписали набор гамильтаньянов проквантовали их и написали уравнение козет но очевидно все то же самое мы можем сделать и в этом случае тогда получится что получится давайте вот классические гамильтаньяны двойственные напишем след вот этих вычетов с матрицы z плюс сумма пабы неравном а след а лямбра минус лямбра вот они эти гамильтаньяна теперь если бы мы поступали ровно так же как в прошлый раз чтобы мы получили качестве уже квантовых гамильтаньяна учили бы мы вот что мы бы получили здесь вот из этого выражения чтобы у нас получилось да вот если мы там использовали вот е а б да как базис это был в таких матрицах это был мат был базис в матрицах или на эль теперь нам здесь нужны базис матриц канака это да то есть давайте его обозначим маленькими буквами базис матрицах тогда здесь нужно вот написать вот так и от единицы теперь до эль так вот в этом месте сейчас индекс и вернее наоборот и наоборот до к теперь бежит красная z это канака матрица да все верно вот так вот а здесь мы бы написали тогда сумму да вот это здесь сумма по точкам идет до эль а здесь мы берем сумму по индексам по индексам поэтому вообще мы не дать не будем расписывать индексы мы уже знаем что это вот просто оператор перестановки напишем да значит сумма по а не равная b по бэннеру а не будет исправлять таким что она не равно а лямбда а минус лямбда b вот так значит и лямбда у нас сколько лямбда у нас л да потому что это были собственные значения исходной матрицы то есть лямбда была матрицей льна 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 вот этот вот гамильтониан вот такие гамильтонианы квантовые да ну естественно можем написать и уравнение козет тоже для них не проблема только нам их будет очень сложно сравнивать почему потому что они действуют в разных пространствах вот смотрите у нас гамильтонианы исходные квантовые там было к отмеченных точек да то есть они на кого действовали они действовали на в на какое-то пространство в количестве к штук каждое пространство при этом было или мирно вот аж от это эндоморфизма этого пространства для марксизма вот этого пространства так аж с волной наоборот значит теперь здесь будет в с волной и хель штук размерность с волной равна к мы можем тут схитрить вот давайте вот это вот выражение еще раз запишем для удовольственного гамильтониана возьмем и перепишем немножко иначе вот этот удовольственный гамильтониан который был след а z то есть сумма по b не равна а след вот этих матриц ленда минус ленда b мы помним что вот наша матрица а и g это есть c а и т и т а ж и давайте вот эту вот параметризацию классических переменных сюда вот явно подставим что получится сумма по и единицы до к сумма по единице до л zi да вот когда мы считаем след вот берем диагональный элемент матрицы z умножаем на диагональный элемент матрицы a 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 и дальше вот это выражение расписываем здесь у нас стоит след 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 такой а a 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 j i r hay j j j j j j сумма от единицы до к еще и сумма по б неравному а дуэль и подставляем сюда вот эти вот матрица выражены через вектор и корректора все это и это ты и и btg на это bt и так вроде все правильно сейчас и а вот здесь вот да и же же и и разделить на ленда минус ланды бы да значит и давайте их просто попробуем перегруппировать перегруппируем их таким образом что здесь вот мы их считали так сказать диагональными элементами матрица теперь давайте вот эти вот эти же выражения считать наоборот диагональными элементами матрицы с тогда это запишется так мы пытаемся выразить все это через переменная с прям сразу сумма по сумма по и единице до л и напишем так и с и а ты вот а здесь теперь мы во втором слагаем мы вот вот объединим между собой вот эту пару переменных и вот эту пару переменных потому что в действительности мы имеем тут вот такую сумму что это вообще давайте полностью запишем сейчас чтобы сразу совсем не запутывать а получается здесь вот первое с четвертым это кто такой это s b и так s b это 2 с 3 теперь а ну потому что кси 1 должно быть до житая и здесь и же и же разделить на ленда минус ленды b ну и соответственно последний шаг мы просто видим что мы можем отсуммировать по по индексам и ежи мы видим что вот такую букву t а b которая есть сумма по и от единицы до к то есть а b и да и тогда то что получится это вот такое выражение что сумма стоит от единицы до к сумма от единицы до л за и и от и от а плюс сумма по b не равном а просто t a b t b a лямда минус лямда b но теперь где-то это уже вот сумма эти t уже не плантуются так как раньше потому что это сумма по по всем полюсам вот ну а для того чтобы прокоммундовать надо было просто так сказать самого начала подставлять вот и а и а оператора и учесть что у нас теперь будет вместо скобки фасона будет коммутатор си и а и и бета же мутирует модель ты же дельта бы вот там у нас было такое выражение если помнить все только что мы это делали значит кси и а это житая а и житая в это и т.б. так теперь да и мы объединяли вот первый с четвертым второй с третьим вот если мы поставим шляпки ну то мы тоже можем объединить нам для этого надо пронести вот этот элемент и ты это и т.б. через вот эти два вот если вы это сделаете стоит что получится вот что то что это и т.б. ну получится во первых то же самое да да и еще и ты нам надо тоже поменять местами т.б. 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 вот получится то что то что нужно но еще и это не все будет добавка за счет того что проносим используя вот этот вот и т.б. т.б. получим еще вот такую добавочку дельта b т.б. 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 это вот сами проверьте и минус дельта и g т.б. А это Ж А. То есть могут верхние совпадать индексы, могут нижние. Что-то одно. Ну а если и то, и то, то тогда значит это все сократится. Но это означает, что в квантовом Гамильтониане будет еще дополнительная поправочка. Что в квантовом Гамильтониане появится еще одно выражение. Это то, что было. Так, а еще появится тоже то, что было. Давайте так напишем. Было ТАБ ТБА А вот из-за этих двух слагаемых еще появится минус ТАТАТ ТАТАТАТАТАТАТМИ้ Вот. Ну зато теперь вот эти вот мы так хитро поиграли вот с этими самыми переменными лекторами-ковекторами так, что перевыразили генераторы алгебры Ли-ЖЛЛ через элементы алгебры Ли-ЖЛК. А точнее наоборот. Мы перешли к двойственной системе, к ЖЛК, но пенитинян назад выразили через генераторы ЖЛЛ. Это двойственная пенитиняна. Значит, теперь мы можем написать двойственную систему равнений КЗ вот в таком виде. Вид, собственно, тот же самый, что и был. Теперь генераторы, вот эти вот, они теперь являются именно, что операторами того же типа, что и исходные гаденовские гамильтянианы, да, то есть они действуют именно на тензорное произведение Ли уже в векторных пространств размерности К, каждая. Сейчас правильно я говорю или неправильно? Нет, неправильно я говорю. У нас А бежит от единицы до Ли, да, у нас наоборот. Так же, как и исходная система, у нас К векторных пространств, один, В равного Ли, да. На К в пространстве, размерности Л каждая. Так же, как и исходные гамильтянианы. Ну, а это значит, что они, так сказать, мы на самом деле переписали просто исходную систему по-другому, да, то есть мы получили еще семейство операторов, вот это вот, наобла, лямбда. Словно, мы получили семейство операторов, которые коммутируют друг с другом, а еще коммутируют с исходными связанностями КЗ. Потому что они, так сказать, зануляют одни и те же функции. Прям да, на самом деле по ним и построены. То есть мы построили еще одно семейство коммутирующих связанностей, вот просто, вот используя вот эту дуальность. Которая исходно, ну, была совсем банальной, да, просто мы детерминат блочного у нас просто не посчитали. В общем-то, все наши формулы и выводы, они на самом деле, вот, произросли оттуда. Так, теперь перейдем ко второму пункту плана и объясним, как ПКУ дуальность получается в терминах спектральной дуальности. Так, для этого, для этого, для этого вам кое-что понадобится. Так, ну, давайте, во-первых, вот что вспомним. Мы будем все это на примере системы колоджера рациональной. Вот, интересно было бы, конечно, и другие посмотреть, но, кстати, хорошее было бы упражнение для кого-нибудь. Вполне себе научный вопрос. Вот, в рациональном случае для системы колоджера мы знаем матрицу лакса. И знаем, что собственные значения ее — это переменные действия. Здесь напишем задачу на собственные значения, где ПСИ — это матрица собственных векторов, лямбда — это собственные значения. То есть эти собственные значения есть переменные действия. То есть они есть, ну, вот так же можно встать, дат-л равняется произведение лямбда минус лямбда к. Дк от единицы до m. Спектральная кривая в данном случае просто характеристический многочлен. Спектральный параметр ничего не зависит. Его нет. Мы знаем, что лямбда каты, вот мы пару лекций назад проходили, это что лямбда каты — это двойственные координаты. Координаты в дуальной системе, которые тоже рациональный колодж. в данном случае. Давайте попробуем переход в двойственную систему. Значит, как мы раньше делали? Раньше мы делали так, что вот у нас было двумя способами, по крайней мере, мы действовали, мы говорили, что можно сопрячь уравнение моментов, которым уэль удовлетворяет, что уэль равнялась матрицей О с чертой. Можно было подействовать на него с помощью T-1. И тогда бы мы перешли в уравнение ль двойственная, лямбда равняется опять с чертой. Так вот в промежутке еще спрятано сопряжение диагональной матрицы. Вот. А теперь давайте так сделаем. Мы сделаем калибровочное преобразование, которое не меняет характеристически многочленов, условно-спектральную кривую, хотя ее здесь вообще нет. Но зато создаст полюса. То есть мы такой введем фиктивный спектральной параметры. Фиктивный спектральной параметры. Определим функцию G от ZQ как... Q это вот это Q это диагональная матрица из координат. Просто как Z-Q. То есть как диагональную матрицу Z-Q1 Z-Q2 и так далее Z-Q1. И возьмем теперь и рассмотрим или от Z, который будет строиться как G от Z L G-1 от Z. То есть это означает, что мы спрягли просто вот этой вот диагональной матрицей L, E, T, G, T от Z. Теперь есть L, E, T, G, T на Z минус QI. Это вот в числителе, а это в знаменателе. Поскольку справа с индексом G в знаменателе Z минус QG. Ну, давайте вот просто возьмем и подставим дельта G P G плюс 1 минус дельта G на N, QI минус QI на Z минус QG. Так, теперь теперь если это раскрыть, если это раскрыть, то мы увидим вот что. Что вот смотрите, 1 на QI минус Q G на Z минус QI Z минус QG. Так, это равно, я хочу сказать, 1 на QI минус QG минус 1 на Z минус QG. Да, да, потому что вот это в числителе уже, когда в числителе сократится все правильно, да. раскроем это таким способом, тогда получится, что вот это вот выражение LATZ есть предыдущий L, который уже был по центральному параметру, но к нему еще добавилась вот такая штука. Z минус QG. Ну, или другими словами, мы можем написать, что вот этот вот наш LATZ равняется L минус NU на ось чертой, ось чертой это вот этот вот, да, матричный элемент того, что здесь стоит. ось чертой на Z минус Q минус 1 или еще поподробнее так запишем, что это есть L минус NU здесь напишем сумму по от единицы до N ось чертой АТ давайте пока вот это даже без черты будем писать. А хотя пусть с чертой. Так, Z Z минус Q при этом матричный элемент этого ось чертой АТО встроена так, что это есть 1 минус дельта АТО как было ось чертой, но еще дельта АТО такая очень прореженная матрица, которую вот мы из матрицы О с чертой выбрали тот житый столбец, столбец, у которого номер номер А совпадает с G. Вот, ну и мы понимаем, что это уже система очень похожая на систему Годена, только здесь вот стоит полноценная матрица, да, мы привыкли, что вот здесь скорее что-то должно быть такое вычистое динамически, а здесь должен быть твист, вспомним теперь, что L-T равняет Пси-Лямбда, то есть L есть Пси-Лямбда Ти-Минус первый, ну и поэтому можно вот перейти L штрих от Z, который будет Ти-Минус первый или от Z-Ти, и тогда мы получим здесь диагональную матрицу Лямбда, которая есть матрица переменных действий, да, диагональная матрица переменных действий, а здесь получим вот, ну что получим, то получим, в общем, Пси-Минус первая очередь А Пси, Z-Q А Вот, это некая матрица, это вот с чертой вот эта вот сильно выраженная матрица, спряженная буквой Пси. При этом заметьте себе, что мы ну на самом-то деле ничего существенного такого, мы делали калибровочные преобразования, да, в общем, довольно простые калибровочные преобразования, то есть характеристический многочлен вот этого Эля от Z, он вообще не зависит от от Z, да, потому что он эквивалентен Элю, поскольку Эля сопряжена буквой Пси, Эля от Z был построен по Элю тоже сопряжением с помощью матрицы G, которая там фиктивно ввела реальный параметр, которого на самом деле нет, то есть это вот выражение есть на самом деле детерминат лямбда минус лямбда минус лямбда минус минус лямбда минус лямбда с одной стороны ничего не изменилось, а с другой стороны мы привели это к виду ну вот Годенокского типа. Причем это то, что здесь стоит, это матрица ранга 1, вычитывая матрица ранга 1, и поэтому мы можем сделать точно-точно такую же процедуру, как делали в спектральной дуальности, то есть нам нужно теперь у нас причем тут даже нет никакой путаницы с К и Эль, потому что у нас ранг равен количеству отмеченных точек, нам надо только поменять взятел штрих с волной от лямбды написать, поменять местами вместо лямбды поставить Q, так, эта матрица теперь будет диагональная матрица из полюсов, которые координаты здесь написать минус ну а дальше вот надо переставить аккуратно, если это сделать тому рецепту, которому мы следовали, то получится вот такое выражение, вот такое а после этого в общем-то на самом деле уже несложно проверить, раскручивая все назад, я сейчас это не буду делать, вот перейти нужно будет вот толь штрих у обратной цепочки КЛ с волной от лямбды и от нее еще раз диагональным преобразованием просто КЛ от лямбды и вы увидите, что в конечном итоге вы получите дельты и ж в с волной и ж минус один дельты и ж ню 0 лямбды и минус лямбды и это вот как у двойной вакс для системы колоджера мутера. Давайте это вот эти два шага оставим в качестве упражнения. Главный вывод, который хотелось из этого всего сделать состоит в том, что дуальность можно реализовать как спектральную, то есть это частный случай. вот несмотря на то, что такая большая специфика в том, что именно эта система частиц как у дуальности, а здесь секторальная дуальность вроде бы речь о системах в гаданной цепочках, можно так записать в таком виде с полюсами первопорядка, нарочно естественно мы поставили эти полюса координаты куиты, а тогда отрестованная матрица как раз получилась матрицей из переменных действий, которые есть координаты в дуальной системе, как в дуальной. Ну и вот они поменялись местами, прескоперальные дуальности. Вот, а это есть дуальность Рузинароса. Вот последнее, что я еще хотел сегодня сказать, это то, что это то, что вот мы обсуждали с вами связи такого вида, что вот если написать вравнение книжных измолодчиков, то по нему с помощью проекции из решения из конформного блока можно построить волновую функцию для системы колоджера. Это проекция отца очередника, она же квантовая дуальность. Значит, это квантовый колоджер, квантовая система. Если перейти на уровень ниже, тримитяж к нулю, то здесь вместо уравнения КЗ получится квантовая система Годена. задача задача на собственные значения для гамотинена Годена. При этом собственные значения окажутся равными обобщенным скоростям, то есть здесь обобщенным скоростям уже в классической системе колоджера. спрашивается, а где здесь вот, что отвечает классическому Годену? Можно такой вопрос задать, да, вот это квантово-квантовая дуальность, квантово-классическая дуальность. что такое классическая классическая дуальность. Есть ли она? Но она в общем тоже есть, на самом деле мы ее почти описали, я об этом как раз хотел сказать, что на классическом уровне мы имеем дело опять же классическим колоджерам, классической системой колоджер Мозера, а здесь у нас должна быть классическая система, только это теперь будет классическая система Шлезингера. Классическая система Шлезингера. КЗ является квантованием именно системы Шлезингера. Давайте посмотрим, где это нам играет и в чем помогает. Если мы там в какой-то момент дошли до значит дошли до L' от Z который определялся так, что это был L' минус N' минус минус N' так Psi минус 1 от Psi на Z минус квад и вот вот такой у нас ответ получился. при этом O с чертой A, T и T житая он выбирал житый столбец из матрицы O с чертой. Что-то он нанял вот такой вид. Это вычет как лично. теперь вот на самом деле вот что происходит, что если бы мы стартовали не вот мы точнее исходно мы стартовали систему колоджера причем без спектрального параметра, да, потом мы перешли вот такому объекту, который спектральный параметр, который мы назвали L'AZ, мы вставили в него спектральный параметр в общем-то руками, да, потом уже от него еще раз с помощью сопряжения в 7-1 пришли L'AZ. Так вот мы могли формально говоря поступить так. у нас мы могли вместо L поставить L'AZ плюс L с самого начала. От него ничего не зависит в системе колоджера. У нас как было уравнение Лакса, так оно и осталось. Вот уравнения Шлезингера уравнения отличаются тем, что добавляется еще вот такой кусок. Уравнение становится не уравнением Лакса, а уравнения нулевой кривизны. Но если L, и M колоджеры от Z не зависели, это были пары Лакса специального параметра, то исходно добавление D к до Z вообще ничего не меняет. Он коммутирует совсем, потому что Z нигде не присутствует. А вот после того, как мы сделаем калибровочное преобразование, начнем делать вот эти калибровочные преобразования, это D к D Z сыграет, как ни странно, свою роль. И роль это будет такая, что вот этот вот О с чертой, вот из-за того, что здесь присутствует D к D Z, мы сопряжем еще вот этой диагональной матрицей, этот О с чертой немножко поправится. Этот О с чертой А ты и ты житый перейдет в О А ты и ты житый и будет выбирать уже столбец не из матрицы О с чертой, а из матрицы О полной. Другими словами, вот можно так еще записать. Вот это то, что у нас было, а это то, что еще добавится. Это только здесь не еще поставим. Здесь тоже надо не поставить. Здесь мы не будем пока не оставить. сюда еще добавить дельта и дельта ажи. Ну и вот эти слагаемые друг другу сократят. Или можно вот эту нюни писать. Оставить здесь пока что единичку. Тогда нюни будет и вот здесь. Ну и в общем это тоже неплохо. На самом деле окажется, что вот этот вот добавочек давайте тогда вот это пока тоже сотрем. Скорее вот эта форму понадобится. То есть мы добавили dpdz и из-за этого заработали дополнительное слагаемое O с чертой. Оно неправильно называть его O, тогда надо назвать его O с чертой штрих, что ли. Вот так. теперь вот эти матрицы обладают замечательным свойством. Таким, что след L с O с чертой атом штрих будет равняться p a, то есть импульсу. до того, как мы ввели dpdz, то есть когда вот этого слагаемого вот этого второго слагаемого не было, этого свойства не было. Здесь был 0 в этом следе, потому что вот все матричные элементы были в ней диагональными. и только только за счет наличия вот этого добавка получилось так, что след L и O с чертой атом штрих стал равняться импульсу. Зачем нам это надо? Давайте посмотрим. Давайте вот напишем еще раз L вот уже тогда это должна быть связанность dz плюс L штрих вот если бы мы все делали со связанностью то мы бы получили вот такое выражение dz плюс λ минус ν c минус первого чертой аты штрих psi а z минус куа. теперь мы можем посчитать просто гамильтониан на самом деле мы можем посчитать гамильтониан гаденовский точнее шлезингеровский вот вот наша формула для вычисления гамильтониана и утверждение моё состоит в том что вот эта величина окажется равной импульсу а вот величина которая стоит здесь в числителе но она тоже легко считается она равна дельта c плюс ν 1 минус дельта c и ну вот здесь у нас c не равно а поэтому первого члена нет в итоге если мы захотим просто написать явно гаденовский гамильтониан через колоджеровские переменные то то что получится это получится канонически преобразованный импульс как наверное знают те кто изучал квантово-классическую дуальность это выражение там тоже фигурирует и именно оно у а то с точкой появляется в куце дуальности то есть вот этот самый кронически преобразованный импульс это и есть гаденовский гамильтониан почему потому что еще симплектическая структура в системе шлезингера вообще в неавтономной системе она вот так устроена что это д гамильтониана по д временам шлезингера шлезингере теперь наши гамильтонианы это импульсы вот может кронически преобразовать и обозначить это все то что времена это собственно говоря шлезингеровские времена это отмеченные точки то есть координаты колоджера поэтому вот симплектическая структура шлезингеровская переходит симплектическую структуру колоджеровскую мы реализовали Гаден и шлезингера колоджера через систему Гадена и систему шлезингера и увидели что вот эта реализация она осмысленна с точки зрения классического предела вот этой вот конструкции мациоучередника или куцедуальности квантово-квантово-дуальности потом куцедуальности почему потому что вот собственно мы видим что в этой реализации вот буквально получается что гамильтониан и шлезингера это импульсы колоджеровские времена шлезингеровские это координаты вот такая есть реализация которая мне кажется как-то добавляет понимание как все дуальности между собой связано мы « жив pain